Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно очень много анонсов прошло по поводу 8.2, и пришло время о них поговорить. Собственно, скорее всего, ПТР уже скоро будет запущен, но в теории очень много информации дали нам по поводу всего-всего-всего, что нас ждет в плане нововведений. Сегодня первый видосик о 8.2 начнется, я думаю, с такой простой темы, как азеритовые таланты. Да, их полностью переделывают, и, скорее всего, это даже лучше, чем в текущий момент все обстоит с ними. То есть, сейчас что мы делаем? Дропаем определенную какую-то шмотку, прокачиваем на ней какие-то определенные таланты, бисовые, скорее всего, которые просто-напросто выбраны какими-либо топовыми игроками и сказаны по симкрафтам различным, да и все. То есть, прокачиваем самое лучшее, и на этом уникальность азеритовых вещей, в принципе, кончается. Чем больше наш уровень сердца азерот, тем больше талантов мы вкачаем. Но это неинтересно и как-то скучно. То есть, сейчас все идет под одно, то, что там, к примеру, один такой талант, два таких, ну, можно там три одинаковых каких-нибудь других взять. Окей, все хорошо, все казалось бы классно, но в 8-2 все колоссально меняется. И такая система должна была быть, в принципе, изначально. Взгляните, перед нами самое обычное окно раскидывания, скажем так, талантов в меню сердца азерот. И по итогу мы будем получать с этого различные бонусы. Бонусов очень много, реликвий очень много, и в зависимости, какие мы вставим, те бонусы мы и будем получать. На этих реликвиях есть бонус активный, есть бонус пассивный, что, в принципе, тоже интересно. Активный весьма сильный, либо с потоковым временем действия, либо с моментальным нажатием и имеющий время восстановления. Конечно же, там, 2-3-4 минуты по-разному. Какие-то может быть меньше, какие-то может быть больше, я думаю, все это еще будет редактироваться. Также есть малое улучшение, то есть постоянное, которое действует на нас и обеспечивает нас всего лишь небольшим бонусом. Система уникальна, и очень хочется в 8.2 уже поскорее ощутить хотя бы на ПТРе, пощупать эти реликвии, назовем их так, эссенции, и глянуть, какие силы будут в них заключены, большие, маленькие, как они будут обеспечивать нашего персонажа какими-то прибавками к поглощению урона, нанесению урона и исцелении входящего урона. Что интересно, у них также есть распределение абсолютно все, то есть по хилерским специализациям, по специализациям нанесения урона и специализациям танкования. Весьма интересно, очень хочется это ощутить, посмотреть, глянуть, как они дропаются, с какой частотой, откуда они вообще будут получаться. Это колоссальные изменения, которые должны были сделать еще в старте БФА. То, что сейчас идет с азеритовыми талантами, которые мы качаем на шмотках, это очень скучно и однообразно, как я уже, в принципе, сказал ранее. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, увидимся на стримфесте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова